Всем привет! Некоторые факты настолько плотно укореняются в нашем сознании, что мы даже не пытаемся их проверить. Ведь это говорят все вокруг. Меж тем многие из них устарели и перестали быть истиной, а некоторые никогда ей и не были. Готовы расстаться с кое-какими подобными заблуждениями? Тогда поехали! Синяя кровь Окей, давайте вместе посмотрим на наши с вами руки. Сумели разглядеть вены? Никаких сомнений быть не может. По этим сосудам течет синяя кровь. Иначе почему еще они такого цвета? А привычного нам красного оттенка кровь становится, когда покидает тело. Наверняка это какая-то сложная химическая реакция или даже заговор. Что ж, звучит интригующе, но совершенно ненаучно. Запомним простую истину. Кровь всегда красная. Иногда темнее, иногда светлее. Отвечает за это железосодержащий белок гемоглобин. Соединяясь с кислородом, он делает кровь ярко-красной. Так она выглядит на пути от сердца ко всем тканям организма. Взгляните, например, на свои губы. Там много капилляров, поэтому они такие алые. Раздав запасы кислорода, кровь спешит за ним обратно по венам. И нет, в этот момент она не синяя. Голубоватый оттенок сосудов объясняется особенностями нашего цветовосприятия. Дело в том, что синий свет не проникает в ткани так глубоко, как красный. Длина его волны намного меньше. Теплые цвета поглощаются, а холодные отражаются. Именно его и улавливают наши глаза. Синие вены – оптическая иллюзия, и не более. Впрочем, голубая кровь действительно встречается в животном мире. Например, у кальмаров, мечехвостов и рептилоидов, которые управляют нашим миром. Шутка, шутка, расслабьтесь. Полая Земля В то, что под поверхностью нашей планеты есть иной мир, люди верили с незапамятных времен. Однако уже тогда подобные представления имели скорее метафорический смысл. С развитием же науки строение Земли перестало быть загадкой. Вспомним уроки географии. Под корой есть еще несколько непрерывных слоев, делать в которых человеку, кроме добычи ископаемых, совершенно нечего. Удивительно, но согласны с этим не все. Сторонники теории полой Земли разделяются на два лагеря. Первые утверждают – человечество не делало скважин глубиной более 12 километров. А ведь там-то и скрыто все самое интересное. Нет никакого раскаленного ядра, зато есть уютная полость с собственной атмосферой, звездой и даже целой цивилизацией. Гитлер вместе со своим элитным корпусом и командой ученых тоже здесь ждет своего часа, чтобы вновь повергнуть мир в хаос. Любители истории, вы не ослышались. Распространено мнение, что в конце войны отряд нацистов во главе с Гитлером скрылся в Антарктиде. Там они нашли секретный вход в полую землю, где обитают до сих пор. Забавнее всего то, что некоторые нацисты тоже были сторонниками полой земли. Вот только они считали, что мы уже находимся внутри нее. Доктор Хайнс Фишер даже пытался шпионить за британским флотом, направив мощные телескопические камеры в небо. Там он надеялся увидеть Атлантический океан. И почему у него не получилось? Выше Эвереста Что ж, продолжим наши занятия по географии. Посмотрим, справитесь ли вы с простым вопросом. Какая гора является самой высокой в мире? Даже убежденные двоечники сейчас скажут, что им не пришлось напрягать память. Конечно, это Эверест. Спешим вас разочаровать, но нет. Может тогда Джамалунгма? Снова мимо. Как бы вы ни называли эту легендарную гималайскую вершину, технически ей принадлежит только второе место. Получается, все это время нас обманывали? Не совсем загвоздка в том, что вычислять высоту гор можно двумя способами. Если за точку отсчета брать уровень моря, то Эверест безусловный победитель. Гигант возвышается над ним на 8848 метров. Однако существует и такое понятие, как относительная высота. Она измеряется непосредственно от подножья горы. Чтобы было понятнее, переместимся на Гавайи к вулкану Мауна-Кеа. На фоне Джамалунгмы он лишь скромный карлик, выступает из воды на каких-то жалких 4205 метров. На самом деле Мауна-Кеа просто не хочет излишней славы. Под водой он скрывает более половины своего роста. Если измерять высоту вулкана от океанского дна и до пика, то она перевалит за отметку в 10 тысяч метров. Эверест остается неудел. Впрочем, кого в итоге считать победителем, решать вам. Смерть в космосе Что может быть страшнее для космического путешественника, чем встреча с агрессивно настроенными инопланетянами или потеря запасов еды? Только случайный выход в открытый космос без скафандра. Ведь, судя по фантастическим фильмам, это жуткая смерть. Кровь моментально закипает, как в электрочайнике, а затем тело и вовсе взрывается, распадаясь чуть ли не на атомы. Если вы так думаете, пора перестать всерьез воспринимать космические боевики и обратиться к биологии. Совершим эксперимент, но только мысленный, и отправимся в объятие вакуума. Ура! Мы не лопнули, как воздушный шарик. Наше внутреннее давление прекрасно поддерживает кожа. Моментально превратиться в ледышку тоже не получилось. Смертельное прикосновение холода ощущается, но оно не убьет нас сразу. Если на Земле ледяная вода, например, является хорошим проводником тепла и сразу вытягивает его из нашего тела, то в вакууме теплопроводности нет. А вот дышать действительно тяжеловато. Точнее, совсем невозможно. Кислорода нет, и лишенный его мозг уже через 15 секунд уйдет в спячку. Вы потеряете сознание. В ближайшие полторы-две минуты у какого-нибудь случайно пролетающего мимо гуманоида еще будет шанс вас спасти. После уже никаких шансов. Возможно, вашему телу придется бороздить просторы космоса не один миллион лет. Но ведь это лучше, чем взорваться. Согласитесь? Алмазы из угля Глядя на кусок угля, трудно поверить, что эта невзрачная порода способна превращаться в ослепительной красоты алмазы. И не нужно верить. Этот популярный миф выводит из себя всех геологов и не имеет никаких научных подтверждений. Поэтому, если вы планировали разбогатеть с помощью машины по превращению угля в драгоценные камни, оставьте эти планы в прошлом. В природе существует только четыре процесса, ответственных за образование алмазов. И ни в одном из них уголь не участвует. Доказательства? Пожалуйста. Для формирования блестящего минерала необходимы особые условия. Сочетание очень высокой температуры и давления. За редкими исключениями, вроде удара метеорита, это возможно только на глубине 150 километров и более. Уголь же образовался из растительных остатков, отложившихся на поверхности планеты, и практически не встречается на глубине более трех километров. Так что почти 100% всех когда-либо добытых минералов родились в мантии из углерода, скопившегося в недрах земли во время ее образования. К тому же большинство природных алмазов старше даже самых первых наземных растений. Уже этого достаточно, чтобы развеять популярное заблуждение. Маскировка хамелеонов. Признайтесь, вы хоть раз ломали голову над вопросом, что будет, если хамелеона посадить в чашку со скитлс? Ответ найден. Скорее всего, эта удивительная ящерица посчитает вас непроходимым глупцом. Возможно, у нее даже изменится окраска, но только потому, что вы испортили ей настроение. И уж точно хамелеон не станет разноцветным, как драже. Мы всегда считали, что это присмыкающиеся, как по щелчку пальца меняет свой камуфляж в зависимости от окружающего фона. Оказывается, это не так. Да, у хамелеонов нет яда или другого грозного оружия против хищников, поэтому единственный их выход – прятаться. Однако в своем естественном состоянии они и так очень похожи на листья или ветки, поэтому для максимальной маскировки им достаточно лишь немного регулировать яркость кожи. Например, в глубине леса, где света меньше, хамелеон приобретает темный оттенок. Ящерицы научились использовать эту способность еще с большей пользой, чтобы как следует прогреться на солнышке. Этим хладнокровным животным приходится менять свой цвет, чтобы получить как можно больше тепла. А как же фотографии, на которых хамелеоны белые, желтые или красные, спросите вы? Скорее всего, снимки сделаны в брачный период. В это время самцы соревнуются друг с другом в яркости. А вот видео, где хамелеоны меняют цвет, когда сталкиваются с разными поверхностями – однозначно фейковые. Вкусовые зоны А сейчас настало время разобраться с одной занимательной картой. Нет, к географии возвращаться не будем. Это карта языка. Многие из вас наверняка с ней знакомы. Она отображает вкусовые зоны, якобы расположенные на разных участках нашего органа. Рецепторы для сладкого находятся на кончике языка. Соленые вкусовые рецепторы находятся по обе стороны от его передней части. За ними скрываются кислые вкусовые рецепторы. И, наконец, горькая зона спрятана далеко позади. Опровергнем этот миф прямо сейчас. Сходите на кухню, возьмите щепотку соли и поместите ее на кончик языка. Чувствуете вкус? Вот именно. Странно, что до недавнего времени ни один ученый-сторонник теории вкусовых зон почему-то не догадался проделать этот нехитрый эксперимент. Впрочем, распространилось это заблуждение совершенно случайно. В 1901 году немецкий исследователь Давид Хеннинг обнаружил, что разные части языка реагируют на тот или иной вкус с разной скоростью. Открытие он изобразил на схеме, которая и была впоследствии неправильно переведена и истолкована. Ученые порой такие рассеянные. На самом деле все вкусы можно обнаружить везде, где есть вкусовые рецепторы. Вокруг языка, в задней части неба и даже в надгортаннике. Представьте, что вы рассекаете волны на серфборде и вдруг чувствуете, что слегка поцарапали ногу. Нужно срочно что-то делать. Либо не дать крови попасть в море, либо как можно быстрее плыть к берегу. Ведь даже одной капли крови достаточно, чтобы все акулы в радиусе одного километра почувствовали запах добычи, достали столовые приборы и бросились вами обедать. И упадут капли крови в воду, и акулы придут. Не кажется ли вам, что это звучит слишком фантастично? Безусловно, зубастые хищники обладают чрезвычайно развитым нюхом. Ноздри акул расположены на нижней стороне морды и используются только для обоняния. Внутри они покрыты специальными клетками, реагирующими на растворенные в воде химические вещества. Из-за чрезвычайной чувствительности этих клеток, а также из-за того, что обонятельная луковица мозга у акул увеличена, они легко могут обнаруживать даже незначительное количество определенных веществ. Например, если вы растворите 10 капель масла тунца в домашнем бассейне среднего размера, утром вы вполне можете найти там лимонную акулу. Правда, обоняние этих животных зависит от многих факторов. Даже при идеальном направлении течения они вряд ли почувствуют кровь ближе, чем за пару сотен метров. Впрочем, проверять это на себе мы все же не рекомендуем. Бесконечные ресурсы Согласитесь, когда смотришь на сделанные со спутника фотографии бескрайних лесов, морей и извилистых рек, кажется, что все эти богатства бесконечны. Нефть, газ и прочие ресурсы колоссальными объемами добываются каждый день и до сих пор не закончились. Может им и нет конца? Такое мнение уже существовало однажды, и история показала, что оно ошибочно и опасно. Вера в то, что сколько бы человек не тратил природных ресурсов, планета постоянно будет их пополнять, получила название мифа об изобилии. Его последствия были подробно описаны Стюартом Юдалом в 1964 году в книге «Тихий кризис». Так, во времена президентства Томаса Джефферсона, миф выступал своеобразной рекламой для переселенцев «Приезжайте, природы хватит на всех». Многие были убеждены, можно эксплуатировать землю вообще без всяких последствий. Догадываетесь, что произошло уже в скором времени? Окрестности лишились всех лесов, земля была испорчена нефтедобычей. От охоты на тюлени их численность резко сократилась вдвое. Странствующий голубь, популяция которого оценивалась в 5 миллиардов, и вовсе вымер. Лишь к началу 20 века неумеренный аппетит был взят под контроль. Так что если кто-то из вас станет президентом, не дайте этому мифу возродиться вновь. Происхождение Луны Подготовили для вас еще одну новость из астрономии, которая переворачивает все ваши представления с ног на голову. Что нам в голос твердили про Луну и учителя, и энциклопедии, и научные фильмы? Колоссальных размеров объект врезался в молодую Землю, от нее откололся приличный кусок, который стал нашим спутником. Мы жили с этим знанием столько лет, и оно, возможно, оказалось ложным. Компьютерное моделирование показало, при однократном ударе Луна должна примерно на 70% состоять из материала астероида, и только на 30% из материала Земли. На деле же все не так. Откуда тогда появилась Луна? Из десятка других, но поменьше. Ученые выполнили более тысячи компьютерных симуляций различных видов событий, которые теоретически могут привести к созданию системы Земля-Луна. Самая эффективная модель предполагает, наша планета выдержала не менее 20 ударов, в результате которых появлялись небольшие спутники. Сила гравитации объединила их в один. Можете выглянуть в окно и посмотреть на него по-новому. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова